Привет! Сегодня мы смотрим с вами нож от компании Цитадель. Вот такая вот упаковочка к нему идет и соответственно сам нож. Сам нож очень необычный, он складной. Вообще я впервые по-моему со складными ножами от компании Цитадель сталкиваюсь. Раньше как-то Катаны мне давали на обзор от компании Цитадель, ну какой-то там еще ножичек был, но в общем-то складной я что-то не припомню. Необычные на самом деле ощущения, то есть вот так вот знаете по впечатлению это какой-то ну прям действительно необычный, очень аутентичный нож. Во-первых нужно говорить о том, что компанию Цитадель создал в конце прошлого века французский ученый, знаток востока и почитатель холодного оружия Доминик Элюре. Он собственно и дизайнер данного ножа в частности. Значит ученый на тот момент постоянно проживал в Камбодже и само предприятие Цитадель как бы оснащено там машинами для работы с исходными материалами. Минимально, практически все процессы производятся вручную. Слесарная обработка, ковка, шлифовка, полировка клинков, все это делают своими руками мастера камбоджистской ножевой фирмы. Значит раньше все было плохо в Камбодже с ножами, на самом деле даже просто какой-то обычный нож для того, чтобы что-то там порезать на кухне, в общем-то для Камбоджи было реальной проблемой. Но соответственно с возникновением компании Цитадель все изменилось. Они вышли даже на мировой рынок, не говоря уж о завоевании Камбоджи. Значит Böller N690 та сталь, которая здесь используется, твердостью 58 яиц по роквеллу. Приятно отполирован клиночек. Немного такое вот ощущение, как будто бы он здесь линзовидный, хотя я бы не сказал, что здесь прям линза такая четкая, но может быть минимальная какая-то линза присутствует, но прям явной какой-то нет, все-таки более-менее прямые спуски, но ощущение такое, как будто бы здесь линза. Необычная такая вот, ну лично по мне форма, да, то есть вот как что-то в нем такое есть. Здесь понятно, что интересно то, что двухтоновая финишная обработка клинка. Вот здесь у нас, соответственно, темный, здесь у нас такой полированный в зеркало клиночек. Значит, по обуху 3,2 миллиметра и что очень приятно, сведен нож буквально в ноль. Вот этот ноль сведения, это самое такое вот приятное для ножа Мана, что здесь только может быть. Значит, рукоять сделана из дерева палисандр, плашки и бэкспейсер, значит, здесь используется из нержавеющей стали, то есть вот эта вот вся часть, это у нас, значит, нержавеющая сталь. Все отполировано в зеркало, все очень качественно подогнано и действительно приятно держать в руках. То есть немножко почувствуется, что нож, так скажем, не каких-то современных, да, материалов и технологий, но очень приятно, в принципе, сделан. То есть действительно мне, по крайней мере, очень приятно его действительно даже взять в руки. Значит, что еще интересно, шпенек только под правую руку, только для правши. Ну, соответственно, все здесь у нас четко, все по центру, все ровненько. Шпенечком аккуратненько, легко открывается. Значит, осевой узел, шайбы из бериллиевой бронзы здесь заявлены. Изготавливаются ножи вручную в Камбодже. Само собой, этот нож также не исключение, но надо немножко приловчиться. То есть ход-то здесь хороший, просто, скажем так, ну, необычность именно по ощущениям, вот как-то приловчиться требуется. Значит, рука их хорошо заполнена объемной рукоятью, она действительно объемная и действительно хорошо заполняет ладонь. Лайнер-лок отжимать очень легко. Есть вот такой вот темляк, это стандартный темляк из кожи, который, в общем-то, применяется для ножей у компании Цитадель. Значит, Everyday Carry, его позиционирование, то есть нож на ежедневное какое-то использование, но для ежедневного использования здесь у нас, соответственно, как у любого классического ножа, отсутствует какая-либо клипса. В этом смысле может, ну, быть не всем удобно именно ежедневное использование, как и ЕС ножа. В остальном же нож получился вполне как бы удобно по открытию, вполне удобно эргономически. Очень такая злая, на самом деле, насечка, то есть прям очень четко впивается, то есть понятно, что для какой-то силовой работы, ну, в принципе, вот так вот будет ничего, то есть до насечки вы особо не достаете. А здесь у вас прям такой очень-очень жесткий такой упор, чувствуются эти ребра такие прям-прям-прям очень строгие. Ну вот вы можете посмотреть его в макро, например, как он выглядит, то есть обработано, все подогнано, на самом деле, очень качественно, очень приятно. На самое начало пятой клинка заходит лайнер-лок, это тоже хорошо. Вот какое-то, да, необычное здесь, что это такое? Вроде бы все ровно, да, но вот просто визуально какая-то такая вот часть, как будто бы здесь выпуклость какая-то присутствует. На самом деле ничего такого нет, по обуху даже все отполировано, ну, то есть по подгонке все очень-очень приятно. Давайте посмотрим, что у нас получается, если вы все-таки будете использовать этот нож в качестве EDC. У нас здесь в таком случае получается 133 грамма у меня получилось, вот так вот с темлячком. Значит, и что у нас получается по габаритам? Ну, если мы сравним с какой-нибудь спайдеркой эндурой, то понятно, что нож будет совсем другой габаритом. Он как бы такой небольшой складной нож. Значит, 74 мм длина клинка, где-то в районе 68 мм длина ревшей кромки, и общая длина в районе 170, я думаю, двух, может быть, трех миллиметров. Вот что у нас получается по данному ножу. Значит, в принципе, интересные ножи из Камбоджи, по-своему необычные, для любителей такой вот классики, да, по дизайну. И, в принципе, если подарить, например, человеку, который, в общем-то, увлекается какими-то классическими ножами, то есть, может быть, человеку такому, кто постарше, так скажем, да, кто не хочет какие-то космические вот эти вот самые модные, так скажем, штучки, то очень даже интересный вариант. Переходите в ссылки в описании под видео, там будет ссылка на магазин Резать Рю, которому благодарность за то, что предоставили этот нож на обзор. Спасибо подписчикам, которые смотрят мой канал, ставят комментарии, оставляют свои лайки. Всем вам удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok